В Чебоксарах ввели в эксплуатацию первый дом, в котором значительную часть квартир застройщик Чувашская ипотечная корпорация будет сдавать в аренду. Так работает республиканская программа «Ипотека и арендное жилье». Подробнее в сюжете. В новогодние праздники Анна собирается справить новоселье в новом доме по улице Магнитского в Чебоксарах. Для этого уже все готово. Квартира с ремонтом, сантехникой и даже некоторой мебелью. Аренда жилья площадью в 35 квадратов по специальной республиканской программе будет ей обходиться примерно в 7,5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, впоследствии девушка сможет выкупить квартиру. На данный момент я живу на квартире у друзей. Просто в свое время я осталась по своим необдуманным действиям без жилья. И эта программа очень сильно меня выручила. Потому что, во-первых, я могу взять это жилье без первоначального взноса, что очень выручает. Работает это так. С арендатором заключается договор на длительную аренду. Если человек решает выкупить жилье, он платит аренду и выкупную стоимость. Срок до 10 лет. Если опять взять, для примера, однушку в 35 квадратов, получится около 12 тысяч рублей в месяц без первоначального взноса. Этажом ниже Анны поселится семья из Шумерли. У третьеклассника Богдана проблемы со зрением. Он учится в специализированном интернате в Чебоксарах. Несколько лет. Десятилетний ребенок жил вдали от родителей. Чтобы поближе к нему быть, мы уже три года мечтаем переехать. Новый дом буквально в 10 минутах ходьбы от школы Богдана. Система, по которой люди снимают жилье не у частных лиц, а государства, существует давно. Однако у данной программы есть ряд отличий. Попасть в нее может любой желающий. Здесь мы не смотрим очередник, не очередник, то есть есть нуждаемости или нет. Абсолютно любой желающий может участвовать в данной программе. Мы этот дом, наверное, построили в качестве пилота. Здесь стоимость аренды ниже, чем обычная аренда на свободном рынке. Спрос на такие квартиры имеется. Люди обращаются и хотят жить в таком арендном фонде. В доме по улице Магнитского практически все квартиры, предназначенные под аренду, уже заняты. Если опыт окажется удачным, строительство таких домов продолжится, отметил временно исполняющий обязанности министра строительства. Продолжение следует...